В связи с тем, что у вас очень большой суммарный долг, также будет изъято ваше транспортное средство. Этот мужчина, судя по всему, поклонник быстрой езды. Большинство из его 106 неоплаченных штрафов именно за превышение скорости. В итоге водитель дорогой иномарки должен в казну 68 тысяч рублей. Поясняет, был за городом, поэтому заплатить не успел. Автомобиль вернется хозяину после оплаты долга. Медлить с этим не стоит, предупреждают приставы. Ведь два месяца просрочки могут обойтись должников, 50 часов обязательных работ и даже арестом на 15 суток. Кроме того, штраф может изрядно увеличиться. Граждане не оплачивают добровольный срок, в двухмесячный срок не оплачивают штрафы, в результате чего в отношении данных граждан составляется протокол, где санкции подразумеваются увеличение штрафа в двукратном размере. В Казани с начала года суд вынес больше 2000 решений об увеличении штрафов. При этом те, кто оплачивают свои долги быстрее, чем за 20 дней, может даже сэкономить, оплатить только половину. Это не касается особо тяжких нарушений дорожного движения. Если у нас работает программа «Дорожный пристав», то в день мы задерживаем около 200 автомобилей. То есть машины мы отпускаем, но только после оплаты данного штрафа. Или, если же, должник предоставит на квитанцию. Забывают оплатить счета не только нарушители правил дорожного движения. На сегодня татарстанцы задолжали в казну 12 миллиардов рублей. Еще одним эффективным методом борьбы с должниками судебные приставы называют ограничения на выезд за границу. Таких в Татарстане сегодня выдано больше 30 тысяч. Причем специалисты предупреждают, что откладывать оплату на последний день ошибочно. Пока документы дойдут до адресата, может пройти целая неделя.